В этом ролике начнем разбор базовых тем о Netcode for GameObjects для мультиплеера. А именно мы с тобой установим этот Netcode for GameObjects, а также настроим и изучим основную информацию о Network Manager. Также создадим игрока, которым будем в дальнейшем управлять. Тема в ролике по сути одна, не считая установку самого Netcode for GameObjects, но я сделаю акцент на качестве и максимальном разборе инструментов. Потому лучше роликов будет много, но ты четко будешь понимать, зачем ты создаешь и настраиваешь те или иные вещи, а не просто будешь повторять за мной. Также это удобно, когда в будущем забудешь какие-то моменты, то ты сможешь включить нужный ролик, чтобы его пересмотреть, а не искать по тайм-кодам в условном 5-часовом ролике. Приятного просмотра! Охо, зритель, ты во вселенной Рейбл, где изучаешь мир компьютерной графики и разработки игр. Подписывайся на канал, а также на все, что можно в описании этого ролика. Не пожалеешь. Начнем с того, как вообще сказать Unity, что ты хочешь делать мультиплеер. Тут все очень просто. Нужно установить пакет Netcode for GameObjects. Дальше я его буду называть Ngo. У меня сейчас полностью пустой проект, именно в нем буду работать на протяжении всего плейлиста. Но возможно иногда показывать часть материалов из другого проекта, где я сам еще изучал и буду изучать новую информацию. Итак, чтобы установить Ngo, необходимо перейти в Package Manager, выбрать Register Unity и найти Netcode for GameObjects. И установить. После того, как установилось, мы уже можем работать с нужными нам инструментами. Но у тебя может возникнуть ситуация, что такого пакета нет. Значит, у тебя относительно старая версия Unity. Дело в том, что этот пакет поддерживается версиями 2020.3, 2021.1 и 2021.2. Также LTS версия 2021.3 и выше. Правда, справки не указано, что версии после 2021.3 тоже подходят, что вполне было бы логично. Если у тебя другая версия и пакета нет, то есть два решения. Первое это обновить версию Unity. А второе это нажать на плюс и выбрать Add Package by Name или Add Package from Git URL. С Git URL я не тестировал, но по имени все работает как надо. И в этом поле написать вот этот текст. И нажать добавить. Эту строку можешь скопировать из описания к этому видео, если лень писать ручками. А тебе лень, я знаю. Там, кстати, можешь увидеть ссылки на поддержку моего канала, если есть желание. Итак, после того, как пакет установлен, ты можешь работать уже с многими инструментами. А начинается все с Network Manager. Это один из самых важных объектов в сцене. Без него ничего работать не будет. С его названия, думаю, понятно. Это менеджер, который отвечает за весь мультиплеер, по сути. Его можно добавить как обычный компонент. Создам пустышку и накину скрипт Network Manager. Готово. Только есть два нюанса. Первый нюанс заключается в том, что этот скрипт является начальной точкой мультиплеера. Потому, если твоя игра состоит из множества сцен, проверь, чтобы этот скрипт висел на объекте той сцены, которая запускается первой. Иначе что-то может пойти не так. Network Manager это компонент, который содержит все сетевые настройки. Он является обязательным и его нужно воспринимать как ядро твоей сетевой игры. А второй нюанс это предупреждение сверху. Тут сказано, что нужно установить еще одну вещь, если хочешь дополнительные библиотеки, инструменты и возможности в целом. Это решается установкой дополнительного пакета из того же Package Manager, а именно Multiplayer Tools. Для установки по имени вот текст. Он также есть в описании. После установки предупреждение пропало и мы можем двигаться дальше. А дальше вопрос. А что тут вообще нажимать и что трогать? На самом деле тут пока достаточно поменять только пару полей, но сейчас очень кратко пробегусь по всем. Лучше знать всю информацию, мало ли что пригодится в будущем. Все-таки стараюсь разобрать все по максимуму. Надеюсь ты это оценишь лайком и подпиской. Итак, Run in Background. По умолчанию активно. Нужно для ответа на вопрос. Следует ли настроить приложение для работы в фоновом режиме? Пока не знаю, где это может пригодиться, но об этом знать не помешает. Пиши свои мысли в комментарии. Идем дальше. Log Level. Уровень сетевого логирования. Короче тут ставишь, как подробно тебе нужно выводить инфу в логи. Normal основные логи. Developer максимально подробные логи. Error только ошибки и nothing ничего не выводить. В нашем случае подойдет девелопер. Все-таки хочется видеть все подробности нашей работы. Идем дальше. Player Profab. Это необязательное поле, которое отвечает за то, какой объект будет создан при подключении клиента как игрок. По сути, когда вы подключаетесь к игре, у вас есть персонаж, которым вы управляете. Так вот, он тут и создается. Например, в CS это твой персонаж-человек, а в танках это тот танк, который ты выбрал в ангаре. Инициализировать персонажа можно из кода, потому этот параметр и есть необязательным. Но мы его заполним, потому что игра очень примитивная и нет смысла это программировать. Но в других роликах я покажу, как можно создать что-то на сцене мультиплеера. Давай создам какого-то очень простого героя, который и будет нашим персонажем. Субтитры сделал DimaTorzok После этого превращаю моего чудика в префаб, а со сцены удаляю. После добавляю этот префаб в поле Player Prefab в Network Manager. Погнали дальше. А дальше у нас поле Network Prefabs. Сюда нужно добавить все объекты, которые являются сетевыми. Сетевые объекты это те, которые имеют компонент Network Object, который рассмотрим в одном из следующих уроков. Наш игрок является сетевым объектом, потому в этот список его и добавим. Но пока что без компонента Network Object. Дальше идет раздел общих настроек. Первое поле Protocol Version. Нужно, чтобы различать сборки. Если самая последняя сборка содержит новые ресурсы, то она может вызвать проблемы с подключением к более старым сборкам. Что-то похожее на версию Bundle перед загрузкой в Play Market. Дальше очень важная вещь, как Network Transport. Это выбор уровня связи между игрой и хостом. Выбирай Unity Transport. U-Net это старая версия. Что такое Unity Transport и как мигрировать с U-Net на этот Unity Transport я расскажу в следующих роликах. Тема нетривиальная. После этого выбора у нас автоматически добавился новый скрипт Unity Transport. Как и сказал, рассмотрю его в другом ролике, там где иммиграция. А пока идем дальше. Ticrate. Частота обновления сетевого тика. Или словами попроще, это частота, с которой сервер обновляет данные об игре. Например, кто играл в CS, знает, что там Ticrate 64, а у FACEIT 128. Чем выше Ticrate, тем чаще обновляются данные и качество игры лучше. Ну так, для общей картины это рассказал. Идем дальше. А дальше раздел о производительности и первое поле. Endure Network Variable Lens Sufferty. Если отметить галочкой, то будет увеличена производительность процессора и пропускная способность за счет ограничения в записи за пределами Network Variable. Когда сделаю ролик про Network Variable, тогда этот параметр станет чуть проще понимать. Следующие два поля это Connections Approval и Client Connection Buffer Timeout. Относится к ограничению одновременного пребывания игроков на сервере. Первое поле говорит о том, что в твоей игре на твоем сервере будет ограниченное количество игроков. А второе поле отвечает за время, за которое игрок должен подключиться, иначе его подключение будет отклонено. Поле подробно расскажу уже в ролике про Connection Approval. Дальше категория спауна. Первое поле Force Same Prefabs. Если этот флажок установлен, тогда всегда будет проверка, что подключающиеся клиенты имеют те же сетевые префабы, что и сервер. Если флажок не установлен, тогда надкодфогамобжектс будет игнорировать любые различия. По умолчанию включено и нам подходит. Дальше поле Recycle Network ID. Если этот флажок установлен, тогда ранее назначенные идентификаторы Network Object.Network Object ID будут повторно использоваться по истечению указанного периода времени в поле Network ID Recycle Delay. Дальше категория Bandwidth, где только одно поле. Это сколько максимально байт выделит для сообщений RPC. Если знаешь, что это такое и раньше использовал, тогда явно понял, для чего это. Иначе все подробно расскажу в ролике про RPC, общение сервера и клиентов. И последний раздел это Manager Scene. Первое поле Enable Scene Management. Это когда флажок установлен, тогда надкодфогамобжектс будет управлять сценами и синхронизировать клиентов. Если флажок не установлен, тогда игрокам придется создавать свои собственные скрипты, управление сценой и выполнять синхронизацию клиентов. Как это сделать самому, пока не изучил, но в будущем будет полезно это знать. Подписывайся, чтобы этот ролик не пропустить. И последнее поле Load Scene Timeout. Если установлен флажок Enable Scene Management, тот который выше, то это поле указывает на период времени, в течение которого Network Scene Manager будет ожидать, пока сцена загружается асинхронно, прежде чем Network Scene Manager сочтет, что это событие, загрузки или выгрузки сцены, завершилось неудачно. Или истекло время ожидания. Сейчас казалось словами справки, но если попроще, то это просто время ожидания загрузки сцены. Если время истекло, а сцена не загрузилась, значит будет ошибка загрузки сцены. Надеюсь, стало более понятно. Поля закончились, но остались еще три кнопки. Они нужны для инициализации сервера, хоста и клиента. Например, сейчас запущу игру. Ах да, пишут про то, что мы не добавили сцену в список сцен для билда. Если нажать «Да», то это произойдет автоматически. Если нет, тогда идем в настройки билда и добавляем нашу сцену в список. Итак, снова запускаю и у нас ошибка. Сказано то, что префаб игрока, который добавили в Network Manager, не является сетевым объектом. Потому что, чтобы просто запуститься, я добавлю компонент Network Object на нашего героя. Но, как и говорил ранее, подробно про этот компонент уже в следующих уроках. Итак, третий раз запускаю и ура, хоть запустилось. И пока ничего не происходит. Это логично, потому что нужно нажать на что-то из этих трех кнопок. Нажму запуск хоста и видим, что появился наш игрок, которого добавляли в поле Player Profile. Супер. Пока не могу им двигать, но до этого еще дойдем. Если ты не понимаешь разницу между сервером, хостом и клиентом, тогда не волнуйся. В одном из ближайших следующих роликах как раз расскажу разницу между этими тремя словами. И сразу решим еще одну проблему. Мы кнопки нажимаем во время игры из инспектора. А как нам запускать их тогда, когда уже сделаем билд. Потому и хочу сделать отдельный ролик про то, какая разница между этими тремя кнопками. И решим проблему их запуска не из инспектора. Итак, сейчас ты понял, с чего вообще начать работу с мультиплеером. А именно, мы установили пакет Ngo и Multiplayer Tools. А также разобрали подробно главный объект в игре Network Manager. В дополнение добавили игрока с компонентом Network Object, который разберем в другом ролике, чтобы было уже не так скучно. В целом, про Network Manager можно еще говорить и говорить. Потому что есть темы, которые относятся к нему, но я считаю, их можно вынести как отдельные уроки. Так как будет более практично. И уроки нечасовые, и искать инфу проще. Это такие темы, как подсистемы Network Manager, старт сервера хаста и клиента, как раз про это говорил чуть-чуть ранее. Подключение по IP, отключение сервера и завершение работы, серверное отключение клиентов и управление уведомлениями о подключении или отключении клиентов. Например, в КС показывают, что вот такой-то там игрок подключился или такой вот сделал дисконнект. По разным причинам. И пишется причина. Все это будет разобрано в следующих уроках. А пока на этом все. В описании можешь найти мой телеграм в канал, там часто публикую полезную информацию. А также найдешь и дискорд сервер, где подписчики и я можем пообщаться на разные темы в рамках тематики моего канала. Надеюсь было полезно, а сказать спасибо ты можешь лайком, подпиской на канал. А если уж сильно понравилось, тогда заглядывай на патреон или кнопочка спонсировать прямо под этим роликом. Сайонара. 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 Продолжение следует...